МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Обошлось без жертв. В Парецком районе восстанавливают автомобильный мост. Китай стал ближе. В Чувашском государственном университете открыли китайский культурный центр. Чувашия, моя республика. Национальное телевидение объявляет конкурс. ЧП в Парецком районе. К счастью, без жертв. Накануне там произошло частичное обрушение автомобильного моста. Глава Чувашии взял ситуацию под личный контроль. Восстановительные работы начались сразу. Подробности в следующем материале. Подробный доклад о причинах ЧП был составлен сегодня утром. Дыра на мосту образовалась после проливного дождя. Вода размыла асфальт, начала рушиться арматура. Небезопасно стало передвигаться и по пешеходной зоне покосилась одна из бетонных плит и поручни. На подъезде к мосту установили предупреждающие знаки. Сейчас по нему запрещено передвигаться большегрузом. Все фуры направляют по объездной дороге. Сегодня здесь были представители республиканской ГИБДД. С ними обсуждены все эти вопросы. Да, это вызывает неудобства у водителей. Будет чуть-чуть длиннее расстояние. Но дороги есть в России, в том числе и в Чувашии, которые позволят сделать объезд. Капитальный ремонт по Рецкому мосту требуется давно. В сутки по нему проезжают больше 9 тысяч машин. И это только примерные подсчеты. Только находясь здесь, можно увидеть, в каком состоянии находятся бетонные плиты. Повсюду заметны разломы. Этот мост был возведен более 40 лет назад. И за все это время он не видел капитального ремонта. Повреждения на мосту строители начали устранять сегодня утром по поручению главы Чувашии на место ЧП. Приехал министр транспорта и дорожного хозяйства республики. Надо восстановить арматуру. Видите, она здесь отсутствует. Вот элементы выходят в арматуру. Здесь ее практически нет. Как здесь будет держаться бетон? Он просто бетон держаться не будет. Демонтироваться часть плиты будет. Просто отбойными молотками берем этот бетон. Установим опалубку. Зальем бетоном. Ну и затем будет выдержка и покрытие, асфальтное покрытие. В следующем году этот мост намерены снести, чтобы возвести на его месте новый. Проект на сегодня уже есть. Он проходит экспертизу. В ближайшее время, я думаю, что экспертиза будет проведена. Будет определена окончательно стоимость. Сейчас главная проблема найти деньги под этот капитальный ремонт. Текущий ремонт строители намерены завершить в сжатые сроки. Пока же на время работ водителям придется двигаться и в сторону АлатРа, и в сторону Чебоксаров по одной полосе. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Сегодня Михаил Игнатьев в Москве встретился с руководителем российского экспортного центра Петром Фродковым. В ходе рабочей встречи было подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности между Кабинетом министров и Акционерным обществом Российский экспортный центр. Соглашение направлено на поддержку экспорта, увеличение его доли за счет выхода на внешние рынки субъектов малого и среднего предпринимательства. Петров Протков обратил внимание, что предприятие Чувашии производит конкурентоспособную продукцию. Михаил Игнатьев отметил, что Чувашия торгует с 85 странами мира. По итогам 2015 года экспортный товарооборот составил 143 миллиона долларов. Подписано, соглашение должно увеличить долю экспорта в торговом обороте региона. За два месяца до выборов депутатов Государственной Думы России социологи оценивают шансы политических партий на прохождение в парламент. Самый неожиданный прогноз – в Госдуму попадут только три партии. В этот раз за кресло борются представители 14 партий, но нужный процент голосов наберут явно не все. Кто победит на выборах 2016, есть некая интрига, хотя тройка лидеров соцопросов уже определилась. По результатам опросов в Госдуму точно пройдут «Единая Россия», «ЛДПР» и «КПРФ». По данным исследования Левада-центра, опубликованным на его сайте, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то первое место заняла бы «Единая Россия», набрав 53% голосов. Следом за ней расположились бы «КПРФ» 21% и «ЛДПР» 14%. За «Справедливую Россию» проголосовали бы 4% опрошенных. «Яблоко», «Партия Роста», «Парнас» и «Партия Прогресса» набрали бы по 1%. Напомню, для попадания в Госдуму необходимо набрать более 5% голосов избирателей. Глава Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Менченко так прокомментировал данные опросов. Шансы эсеров попасть в Госдуму уменьшились, потому что на выборы вышли бывшие соучредители «Справедливой России», «Родина» и «Партия пенсионеров». При этом ее покинули такие заметные фигуры, как Оксана Дмитриева и Дмитрий Гудков. В Чувашии картина политических предпочтений несколько отличается. «Справедливая Россия» на выборах и депутатов Госсовета, и Госдумы, скорее всего, свои 5% получит. Некоторые экспертные данные показывают, допустим, вот по последним данным за этот месяц, что в нашей Чувашской Республике на первом месте все-таки остается «Единая Россия», на втором месте идет КПРФ в Чувашской Республике, на третьем месте идет «Справедливая Россия». Но динамика роста предпочтений у «Справедливой России» самая высокая. Но в любом случае, как распределяться мандаты, покажут выборы. И у кандидатов как по партийным спискам, так и по одномандатным округам еще есть время, чтобы привлечь к себе избирателей. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. С каждым годом только молодеет. Это не комплимент человеку, а ситуация с Думом по улице Парижской коммуны в Чебоксарах. С 2011 года уровень износа деревянного строения 60-х годов постройки стал меньше. В чудесах разбирались представители Общероссийского народного фронта и наша съемочная группа. Представители городской администрации, Минстроя Чуваши и Общероссийского народного фронта входят в дом с опаской. Еще бы, судя по всему, он может сложиться как карточный в любой момент. Самый ужас в нашем доме, что крыши разваливаются, один прекрасный день мы не просыпаемся. И мы боимся даже подниматься второй этаж. Через щели во внешней стене дома видно улицу. Зимой температура внутри подъезда практически не отличается от той, что снаружи. Обратите внимание на лестницу. Это не обман зрения, не искажение, которое дает оптика наших телекамер. Лестница попросту покосилась. По моим ощущениям, где-то градусов на 20 горизонтали. А вот уже соседний дом. Жители второго этажа ходят по полу, как по минному полю. На некоторые доски наступать нельзя. Можно провалиться к соседям. Скоро крыльцо второго этажа тоже к нам упадет. Оно очень разрушенное. Жители этих домов спокойно бы ждали переселения, если бы оно им светило. Дело в том, что строения не вошли в программу по переселению. Дома не признают аварийными. Судя по документам, они вообще молодеют. Так, в октябре 2011 года уровень изношенности дома по адресу улицы Парижской коммуны 16А составлял 69%, а спустя 4 года уменьшился до 64. Об участии чиновников в решении проблемы можно судить и по справке инвентаризации. Специалисты якобы осмотрели и вынесли заключение об изношенности коммунальных систем. Справка составлена по данным технической инвентаризации. Вот 31 декабря 2015 года у нас нет ни горячей воды, соответственно, ни канализации, ничего. У нас стоит газовый котел, который отапливает нижнюю квартиру и верхнюю, соответственно. Это о чем говорит? Это кто вообще подписывает? Это кто вообще такие справки составляет? Дом признается аварийным на основании решения заключения межведомственной комиссии, которая создана при администрации города, а также на основании заключения специализированной экспертизы. Такое обследование мы провели. Есть их заключение. Оно представлено на рассмотрении межведомственной комиссии. Так заключение какое? Пока мы решение не вынесли. Это не единственное обращение к представителям Общероссийского народного фронта от жителей, чьи дома ветхие в жизни, но не в документах. Эта история, судя по всему, закончится хэппи-эндом. На сегодняшний день мы принципиально, официально, можно сказать, заключили соглашение с администрацией города и Ленинского района, то, что в течение месяца, это до 20 августа, по всем этим домам будет принято заключение о внесении в реестр аварийного жилья. Что ж, время пошло. Ольга Пырычкина, Сергей Адушкин, Республика. Ох уж этот интернет. Несмотря на то, что пользователи с каждым днем становятся все более продвинутыми, мошенникам удается изобретать все новые способы отъема денег у населения. МВД предупреждает. Будьте внимательны. Поздравляем! Вы выиграли автомобиль. Подробности по телефону. Получали ли вы хоть раз подобные СМС-сообщения? Прежде чем отвечать на них, стоит задуматься. А принимали ли вы участие в каких-либо розыгрышах в последнее время? Очень часто злоумышленники под видом организаторов розыгрыша просят перевести на электронные счета определенную сумму денег, мотивируя это необходимостью уплаты налогов. По закону жанра, после перечисления средств псевдоорганизаторы перестают отвечать на звонки, а то и вовсе оказываются вне зоны доступа. Найти злоумышленников по незарегистрированным СИМ-картам, а следовательно перевезенные деньги, практически невозможно. Очень тяжелый вид преступления, с которым нам приходится бороться, это вредоносные программы, которые рассылаются на сотовые телефоны. Впоследствии с наших с вами банковских карт снимаются денежные средства. То есть здесь преступление совершено совсем без контакта потерпевшего, никакого контакта, никаких звонков, никаких разговоров. Примером такого вида мошенничества может быть СМС-сообщение с информацией о том, что вам пришла виртуальная открытка. После перехода по активной гиперссылке со счета мгновенно снимаются все сбережения. Опасность для владельцев банковских карт также представляют обычные чеки с информацией по карте, выброшенной в урну. Для того, чтобы снять деньги со счета, злоумышленникам не обязательно знать пин-код. Достаточно информации, которая есть на карте. Банская карта, это по аналогии, является ключом к банкскому счету. То есть как ключ в квартире, где деньги лежат. Засветка карты происходит именно при торговле, допустим, при приобретении товара. Значит, для того, чтобы просто-напросто не показывать вот эти сведения, которые на карте, однозначно надо закрывать ее, когда вы вставляете в какой-либо терминал. Это первый момент. Второй момент, никому ее вообще не передавать в руки. Этот интернет-мошенник отличился особым умом и сообразительностью. Он звонил жителям Чувашской республики от имени крупного банка. Сообщал о блокировке карты и спрашивал, сколько на счете хранится денег. Если названная сумма его устраивала, он отправлял на сотовый телефон абонента СМС-сообщение с паролем. Его жертвы, ничего не подозревая, называли кодовой цифрой и лишали своих сбережений. Благодаря оперативной работе следственного отдела молодой человек задержан. С каждым днем интернет-мошенники совершенствуются в своем мастерстве. Попасть на их уловки может каждый. Поэтому так важно не терять голову, получив СМС-сообщение о крупном выигрыше. Дарина Игнатьева, Сергей Адышкин, Республика. 23 июля вся Россия чествует работников торговли, бытового обслуживания и коммунального хозяйства. В Чувашии на празднование собрались виновники торжества из всех районов республики. Каждый год в 4 субботу июля наступает профессиональный праздник всех тех, без которых мы не мыслим современной жизни. Может быть это преувеличение, но представьте, что внезапно пропали все продавцы, парикмахеры, швеи. Что делала бы остальная часть человечества? Поэтому День работников торговли, бытового обслуживания и коммунального хозяйства – важный праздник. Торговля – одна из динамично развивающихся отраслей экономики Чувашии. Она имеет прямое влияние на развитие и производство потребительских товаров и уровень жизни населения. В нашей республике из года в год растет количество торговых организаций. И руководители стараются расширять ассортимент товаров и услуг, а также улучшать сервис. На торжественном мероприятии лучшим из лучших в своей отрасли вручили благодарности от главы Чувашской республики и Министерства экономического развития, промышленности и торговли. В Чувашском государственном университете открылся китайский культурный центр. Для студентов вуза здесь выставили книги о Поднебесной, фотографии и костюмы. Открытие китайского культурного центра приурочили к визиту официальной делегации из провинции Аньхой. Лице-губернатор региона, госпожа Люли и исполняющий обязанности председателя правительства Чувашии Владимир Аврелькин подписали соглашение о сотрудничестве, а затем перерезали символическую красную ленту. В ЧГУ имени Ульянова уже начали налаживать отношения с Аньхойским университетом. В прошлом году там состоялись Дни Чувашской республики. В культурном центре для чебоксарских студентов преподаватели из Китая будут регулярно проводить интерактивные лекции. Наши страны налаживают взаимовыгодное сотрудничество. За последние годы стали ближе друг к другу и университеты двух стран. Мы приглашаем студентов и преподавателей ЧГУ посетить провинцию Аньхой. Мы заинтересованы в обмене опытом и готовы презентовать вам лучшие практики Аньхойского университета. В Чувашии мы видим надежного партнера. Национальное телевидение Чувашии готовится отметить первый серьезный юбилей – пять лет. Как обычно, праздник мы хотим разделить с друзьями, а потому объявляем конкурс «Чувашия – моя республика». Подробнее в сюжете. Все, кто живет в Чувашии, знают, что она прекрасна, как может быть прекрасна Родина. Но у каждого есть и свои любимые места и сюжеты. Расскажите всем о своей республике и о том, за что вы ее любите. Все ролики, которые вы будете делать, то есть можно снять на телефон, можно снять на фотоаппарат, можно самому сделать на селфи-видео то, что сейчас называется, да, рассказать, за что мы любим свою республику. Это могут быть стихи, это может быть проза, это может быть какой-то клип музыкальный, все что угодно. Все эти ролики мы обязательно будем показывать в нашем эфире на национальном телевидении Чувашия. Будем выкладывать в нашу группу ВКонтакте, в Фейсбуке, будем устраивать голосование. Каждую неделю будем подводить промежуточные итоги, выбирать три лучших ролика, которые получат промежуточные призы и выйдут в финал. Пятилетие национального телевидения Чувашии – прекрасный повод поговорить о любви к Родине. Авторы лучших работ получат ценные призы и, главное, возможность поучаствовать в большом фильме о нашей республике. Технических требований не так много с точки зрения качества съемки. Это может быть и съемки на телефон, и съемки на фотоаппараты, и любые подручные средства, которые у вас есть. Это может быть продолжительность роликов до трех минут, потому что это хороший телевизионный формат. Если будет больше, придется их резать. В-третьих, это возраст участников от 12 лет. Но если вы хотите снять своего ребенка, участника можете заявить себя, а ребенка показать в ролике. Еще подробнее о конкурсе видеороликов «Чувашия. Моя республика» можете узнать в группе национального телевидения ВКонтакте. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панула, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин